Все, нас забрал папа домой, мы едем, вон наши окна там, где мы жили целую неделю, блин, кошмар, опыт такой себе, конечно, ну ладно, сейчас хоть домой приедем, нормально помоемся, погуляем В общем, не хотелось бы больше с ребенком бежать в больнице, вы не представляете, как хорошо дома, папа нам купил новые игрушки, такую вот коробочку, куда надо складывать, но Алиса пока еще вообще не понимает, что надо делать, и пирамидку мы ей купили, надевать колечки Алис, как тебе игрушечки-то новые? Зайчик? Ой, вся у меня в слезах, кто весь в слезах-то? Такой пирожондель Алиса у нас, кстати, похудела, пока в больнице лежала, я тоже, кстати, теперь уже 49 вешу В общем, играем с ней дома Перестирала вчера все вещи, кстати, сейчас вот буду все это разбирать и раскладывать по местам В общем, я только от врача, я сходила сейчас к платному врачу, вот, к терапевту Меня послушали, сказали, что у меня тоже бронхит односторонний, я так поняла, потому что она сказала, что у меня хрипит только с одной стороны И хрипы очень сухие и сильные, вот, у меня прям сухой кашель обострился Сейчас я съездила в аптеку, сразу по ее там назначениям все купила, сейчас буду делать ингаляцию Купила ингалятор, чтобы она свой была, потому что до этого брала у мамы, вот, купила такой же, как у нас в больнице был, который нам там давали, чтобы дышать Такой же я взяла, вот, так что сейчас буду дышать, потом Алиска проснется, она тоже мне будет дышать Вот, и такой я купила ингалятор Amron C17 2900, ну, можно в Адборисе за 2300 купить, просто нам срочно надо было, я вот купила Тут детская масочка и взрослая, в общем, сейчас буду дышать Здравствуйте Здравствуйте, че мы раздвиглись на маме? Ноги развалили свои Эй, жук Эй, лисек, пришла мне помогать? Я хотела сейчас вам показать, пока мы лежали в больнице, мне тут пришло три посылки Давайте с вами, наверное, сегодня откроем вот это, это автокресло мы заказали, потому что, вы помните, я вам показывала, только в одну машину купили Вот, и сейчас купили во вторую, и оно вот как раз пришло, пока мы лежали В общем, показываю вам кресло Выбрала я в таком же сером цвете, как и наше то кресло, ну, чтобы не выделялось особо в машине Но это другая моделька, то есть тоже Сайгер, мы полностью довольны тем креслом Вот, но тогда, когда мы выбирали прошлое кресло, напомню, у нас на Утилос изофикс был И тогда важным критерием было то, что оно раскладывается, как люлька, потому что Алиска у нас тогда еще не сидела Вот, а это кресло, оно уже для деток постарше, то есть оно идет вообще от года, но так как у нас Алиса уже полноценно сидит Я решила все-таки взять сразу уже кресло побольше Вот, оно, в принципе, тоже такое же хорошее, здесь более выраженная боковая защита, то есть она еще более крутая Вот, а так насчет ремней, здесь тоже все регулируется по возрасту ребенка, под зимнюю одежду, то есть это все можно спокойненько отрегулировать Здесь также есть накладочки для детишек, чтобы им ничего не натирало, вот как в том кресле очень мне нравится, очень удобно, мы им регулярно пользуемся Вот, так, что еще здесь? Здесь также есть угол наклона, так, сейчас неудобно одной рукой это делать Вот, то есть более сидячее положение или можно сделать... Короче, одной рукой неудобно, но поверьте мне на слово, в общем, оно наклоняется Так, система крепления мы выбирали именно изофикс У Сайгер есть разные модели, вот, которые крепятся ремнем безопасности, но мы выбрали именно крепление изофикс Потому что мне как-то больше спокойнее, когда все это в каркас машины, грубо говоря, вставляется, да, вот здесь вот защелкивается И все, кресло намертво стоит Очень удобно, мы вот остались довольны тем нашим креслом И поэтому взяли похожее такое же, только это называется кокон изофикс То есть то у нас было наутилус изофикс, это кокон изофикс Вот, расцветка, как я уже сказала, серенькая такая Здесь все мягенькое, все вот эти вот мягкие элементы, боковая защита, в общем, все снимается Чехол также снимается, как и в том кресле Я, кстати, вам оставлю подсказочку на то кресло, потому что, в принципе, обзор я уже подробно делала Они между собой похожи, но это рассчитано для детишек от одного года и аж до 7 лет, получается, 125 килограмм Вот, так что будем с удовольствием пользоваться Поставим во вторую машину Еще, кстати, забыла сказать про вот эти вот пластиковые накладки Они нужны для того, чтобы показать, где должен проходить ремень, когда ребенок уже подрастет И не нужно будет там внутренними ремнями пользоваться, то есть когда уже будет основной ремень Вот, и также, чтобы, конечно, кресло вообще не перетиралось от ремня безопасности Итак, Алиса Евгеньевна у нас уже сидит в своем кресле Я тут отрегулировала, то есть можно, ну, зимой очень удобно, да, с комбинезоном, можно все это отрегулировать очень легко Вот, она такая маленькая в таком большом кресле, но она на вырос нам получается Вот, что я еще хотела сказать Сайгер это у нас российское производство И у них очень приятная цена То есть несмотря на то, что кресло безопасное, они комфортные для ребенка Вот, и ничем не уступают, мне кажется, более дорогим креслам То есть и при этом вот у них, как я уже сказала, очень приятная, привлекательная цена Купить можно у них на сайте Сайгер, я оставлю вам ссылку Можно всякий там Амазон купить, вот как мы покупали Очень удобно Доставка на дом, можно даже заказать Вот, в общем, классное кресло, еще раз у нас Сайгер Одно наутилус и зафикс, второе вот это кокон и зафикс, новенькая кокон называется Мне очень нравится, комфортное, хорошее креслице Так что, если вы вдруг ищете, рекомендую Могу и то вам порекомендовать смело, и это Это уже для более взрослых деток, то есть после годика И до 7 лет, то есть оно будет с ребенком надолго, так скажем Мне очень нравится, Алис тут за щелкой играет Дочь, тебе это нравится? Деловушечка моя маленькая Ты у нас как царь на троне сидишь, да, Алис? Царевна наша маленькая Ну, в общем, рекомендую Мы довольны Так, у нас сегодня мерзкая погода Дождливо Мы устанавливаем сегодня кресло Наша Алиса Системный зафикс Все, всеми нажала, все И ставилась Кстати, первый раз, когда снимал кресло из своей машины, чтобы к Вики переставить, было куча проблем, потому что я не знал, как оно снимается Вот здесь вот есть кнопочки С этой стороны стоит, надо просто потянуть, оно легко отсоединяется Просто вдруг кому понадобится, потому что я первый раз всю голову сломал, как отсоединить кресло Кстати, сейчас пока нахожусь вот здесь Вспомнила, что у меня спрашивали По прошлым видео очень много вопросов было про наш увлажнитель У нас Polaris увлажнитель Если честно, мы его покупали еще, наверное, лет 5 назад Когда еще жили в съемной квартире Вот, и я уже даже не знаю, где тут найти какая-то модель Вот, ну, в общем, выглядит он таким образом Он очень хороший, мощный То есть он нам очень нравится Он покажет влажность, температуру Можно разные режимы То есть, допустим, это автоматически он настраивает Тут вот можно поменьше, побольше Самый большой режим Вот, и разная степень Вот, открутятся такие штучки Откуда пар идет Вот, увлажняет он хорошо Ну, в принципе, я даже не знаю, что про него еще рассказать Здесь есть таймер, можно поставить на определенное время Есть и ионизация, вроде бы называется Можно выключить подсветку вот эту Уровень влажности можно установить, который вам нужен Там, допустим, надо вам, чтобы в комнате было там 70% И он будет работать до тех пор На усиленном режиме пока не будет 70% А потом он на минимальный пойдет, чтобы просто поддерживать То есть, ну, как бы мне нравится Покупали мы его, мне кажется, в районе 5000 где-то Вот, так что, кто спрашивал, делюсь с вами Так, и раз у нас сегодня такое видео Ответы на ваши вопросы Отвечу на один из самых популярных вопросов Про этот бортик Как он называется, где его найти и все такое Довольны мы им или нет Итак, этот борт мы купили на Валдбрессе Называется он барьер для кровати Есть разных размеров, маленьких, больших Крепится он... Так, тут немножко раз отскочила Нужно всегда проверять, чтобы здесь все было вставлено Иначе, ну, как бы держать не будет ребенка Когда он сползет ногой, например Вот Крепится он к каркасу кровати Там специальные крепления, они такие длинные Вот аж досюда, получается Прикрепили к основанию Вот Здесь также есть вот эта вот как раз-таки палка Которая защищает, чтобы ребенок туда ногами не провалился Также здесь вот так внутрь вставляется все Очень удобная штука То есть, она сверху как бы шатается Но, несмотря на это, она металлическая И она очень крепкая То есть, сломать ее невозможно Вот Мы довольны Стоила она, честно, не помню сколько Но, мне кажется, что-то в районе 2000 рублей Вот Я вам ссылку оставлю Потому что у меня постоянно про нее спрашивают Про этот барьер Вот Он единственный только в соком был в желтом цвете Я хотела, конечно, в белом Или в сером Но Получился только вот такой кремовый оттенок Вот Так что Если вы ищите, смотрите То я могу смело рекомендовать Я теперь спокойно могу Алису класть с этой стороны кровати ночью И не переживай, что она у меня провалится То есть, он Несмотря на то, что здесь сетка Она очень Хорошо держит ребенка Мы уже эксперимент проводили И Женя ложился И Алису мы туда клали Вот Все хорошо, отлично держит Ваше мнение Все сопливо меня В общем Кто спрашивал Надеюсь, на ваши вопросы я ответила Также есть борты Которые вот сюда можно прикрепить Да И между собой их связать Короче Как хотите Конструируйте Сейчас мы с вами будем готовить Один очень вкусный рецепт Это будет Куриное филе Под заливкой Которое будем готовить в духовке Что понадобится нам Собственно Само филе Сметана Два яйца Сыр Несколько помидоров И также различные специи И можно еще зелень Рецепт очень простой Увидела я его на ютубе И хочу повторить Заодно показать вам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так смотрите спустя где-то полчаса я сняла фольгу и теперь ждем когда образуется корочка И будет блюдо наше Думаю уже готово Сегодня у нас уже новый день Я себя привела в порядок Сходила в душ Все такое И сейчас буду заниматься уборкой ванной Помыть зеркало нужно Также раковину Она сейчас в таком вот состоянии ужасном Вот И я еще хочу кстати заменить вот этот стаканчик И дозатор Потому что видите Он весь становится некрасивый Не знаю пока где какой посмотреть Может посоветуйте мне Где в каком магазине можно посмотреть Красивые дозаторы Вот сейчас буду в общем мыть тут все Также вот там мне тоже уголок надо снова помыть Душ И ванну Вот так что сейчас буду этим всем заниматься И поснимаю вам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня сидит только на руках Мама отходит сразу на скрики и слезы Крокодильи В общем как успела помыла Вот тут у меня уже налет такой Ничем не отмывается Только химии То есть без химии не получается Это я что-то в другой раз Потому что сейчас тереть не успеваю В общем тут все помыла Тут уголок тоже все помыла А то он уже желтится очень быстро у нас Вот ванну помыла В общем все теперь ванна у нас Чистенько и зеркало тоже в том числе Еще хотела Кухню помыть Но не знаю как она мне даст теперь помыть кухню Да? Короче мамина дочечка стала Вообще ни на шаг меня не отпускает Пока-то сейчас уложила лиску Сейчас себе подпилила ногти Потому что смотрите это какой-то уже кошмар У меня не получилось там сходить Перед свадьбой я хотела Вот и в итоге вот смотрите как отросло Так конечно нельзя долго носить маникюр Я вот сейчас подпилила Сейчас буду себе еще снимать покрытие Чтобы завтра Так как ни Женина мама посидеть не может Ни моя мама они в Москву уезжают Вот я попросила посидеть Сашу с Алисой И мне нужно будет прям максимально быстро все это сделать Вот потому что я не знаю как она с ней будет сидеть Она с ней ни разу не оставалась Вот поэтому я максимально сейчас что могу дома сделать Чтобы у меня мастер уже не заморачивалась Там со снятием материала С опилом формы Вот поэтому сейчас сама себя привожу в порядок наполовину Чтобы завтра уже прям буквально минут 40-50 потратить и все Я приехала из студии Сделала маникюр Очень круто Аккуратно девчонки у нас работают Быстро мне сделали все как я люблю Вот и забрала мне там подписчица И знакомая я бы так даже сказала Передала подарочки Вот они уже лежали в студии неделю Пока я еще болела Сейчас с вами вместе откроем Посмотрим что там интересненького Смотрите какую красоту она делает своими руками Вообще обалденно Это я так понимаю подставочка Можно использовать как подставочки под что-то Или как подсвечники Потому что здесь вот свечки идут получается в комплекте А вот это она мне написала что подставочка Или как это сказать В общем для колечек к нам в студию Чтобы можно было украшения сложить свои Когда на маникюр пришел Вообще здорово красиво очень Спасибо большое Тут такие вот зайчики Блин фокус потерялся И вот еще зайчик Здорово красиво Поставлю к нам гостины на полочке Опа Вот это игра у вас с папой да Так радует Да Лиз Давай я сюда Тихо Оп-па Довольная Все упали Все упали